Привет всем краснобелым болельщикам! Сегодня мы представляем вам 12 выпуск нашей программы, которая посвящена молодому поколению игроков футбольного клуба «Спартак Москва». Из нее вы узнаете о тяжелой победе молодежной команды, как воспитанники Академии имени Черенкова уже в ранге чемпиона Москвы раскатали в дерби ЦСКА, и чем хорош «Спартаковец» Степан Мельников, чтобы вы уже сегодня могли познакомиться с краснобелыми героями завтрашнего дня. Начнем с молодежной команды. «Спартаковцы» вышли на матч против сверстников из Казани далеко не в оптимальном составе. Очень долго пытались наладить свою игру, но забить в тот день не получалось. Очень старался именинник Иван Репях, но мяч не шел в ворота соперника. Ситуация изменилась, когда на поле появилось три у игроков 2002 года рождения – Мельников, Кожедуб, Муталиев. Скорости резко возросли, и за пять минут до конца встречи Степан Мельников с передачи Святослава Кожедуба вколотил мяч в ворота соперника. Первый гол Мельникова за молодежку «Спартака». Тяжелая, но выливая победа подопечных Алексея Лунина. «Надо отдать должное сопернику. Они очень хорошо выполняли установку тренера. Из нас изучили сильные наши стороны и перекрывали те ходы, которые мы планировали сегодня использовать в матче. Но в целом, я думаю, нам еще, так скажем, подфартило удаление у соперника. Но мы этого добились. Играли активно, заставляли соперника фалить. Ну и хорошо, что реализовали момент один из многочисленных во втором тайме». Так получилось, что героем нашей программы стал Степан Мельников, автор победного гола в матче против «Рубина». Я Степан Мельников, игрок футбольного клуба «Спартак. Москва». Футбол я попал еще, будучи совсем маленьким. Сохранилось даже видео, где мой дедушка еще, когда я только учился ходить, сказал «Эй, футболист, пойдем футбол смотреть». «Футболист, футбол сегодня будешь смотреть?» «А, тут у вас футбол сегодня? А, мы сегодня еще спать не будем». «А, как, Степкин?» Это как-то в памяти сохранилось для родителей, отпечаталось. Вот и с того времени начал бегать по дому с мячиком, на дачу ездить. Там даже ворот какие-то построил. Играли с дедушкой, с папой даже, бабушку подключали иногда. Я начинал у себя в молодежном центре «Лидер». Это на юго-востоке Москвы, в Жулебино. Вот туда я попал просто по объявлению. Еще ходил в детский садик, и у меня старшая сестра есть. Маму я отводила в школу и увидела объявление о том, что набирается группа. И привели меня туда. Был зал на нулевом этаже, почти подземный, без ворот. Вместо ворот были просто маты. Как-то так получилось, что этот тренер, Михаил Анатольевич Цибров, еще тренировал подмосковную команду, но она была в 99-го года рождения. Стал привлекать за игры в подмосковном первенстве за команду «Медвежье озеро». Там я играл с ребятами на три года старше. Это было для меня достаточно тяжело. Потом меня заметили и позвали на первенство 2000-го года. Вот играл за юго-восточный округ 2000-го года. И оттуда тренер, который там был, он был знаком с одним из тренеров академии. Через него договорился, чтобы меня посмотрели здесь. Было достаточно много просмотровых игроков. Человек семь, наверное. Так получилось, что один остался из всех, кого просматривали. Удивился, конечно, Манежу в первую очередь, потому что играли мы на улице. Всегда было холодно. Я все взял с собой. Я приехал с большим рюкзаком. Конечно, был готов ко всему. И к улице, и к Манежу. Были проблемы со школой в первое время, потому что, когда я уже год был в Спартаке, у меня поставили в школе вторую смену. Приходилось пропускать занятия в школе. Договорились с директором о том, что буду ходить утром к учителям, сдавать все. Возила меня мама в первые три года, когда еще в Желебино не было метро. Дорога домой, конечно, была долгая, по московским пробкам. Я, получается, кушал в дороге, обедал. Назад, когда ехали, иногда спал, иногда уроки делал, потому что другого времени просто не было. Иногда даже после школы мы опаздывали, пришлось в машине переодеваться. Конечно, это отпечаталось в памяти про то, что я волновался, как отреагирует тренер. Новая команда, все-таки я еще не так давно был в коллективе. Но ничего, все с пониманием относились в академии, в этом плане проблем не было. Я пошел в седьмой класс в Желебино, и через месяц, получается, в середине октября, новость нам пришла, что всех переводят в школу здесь недалеко от академии. Меня это, конечно, ошарашило, я немного был в шоке, потому что учиться всей командой, это всегда была мечта проводить время с командой. Отменились некоторые уроки здесь, которые нам особо не нужны, как физкультура, потому что мы это получаем. Труд, там, МХК, все такое. Режим дня поменялся, мне нужно вставать на час раньше, стою я где-то в районе 7 часов теперь. Езжу на метро, полтора часа примерно дорога до школы. Но я считаю это лучше, потому что раньше мне приходилось там утром дойти пешком, потом днем ехать на машине или как-то самому добираться до академии. А сейчас утром, получается, ты встаешь, завтракаешь, едешь, и целый день здесь в Сокольниках проводишь школу, потом кормят здесь тренировкой, и вечером только после тренировки возвращаешься домой. Захожу раньше Выхино на две станции, получается, и это действительно очень хорошо, потому что, что происходит на Выхино, ты стоишь в вагоне, стараешься где-нибудь в угол зайти, чтобы тебя не сдавили всего. В форме я чаще езжу, это когда игры. Да, обращают, иногда даже ехал в автобусе, и ко мне подошел мужчина, и он нашел меня на сайте и показал, что вот, пожал руку, пожелал удачи, мне было безумно приятно. Конечно, «Спартак» – самый великий клуб, у него огромная армия болельщиков. Практикуется такое в академии, что не всю академию ты проходишь с одним тренером. Это хорошо, я считаю, потому что от каждого нужно получить лучшее. Тренеров сменилось у меня много, но каждый раз было волнение, останусь ли я в составе с этим тренером, как он ко мне будет относиться. В январе еще шли каникулы новогодние, мы пошли на каток, и оттуда мне позвонил тренер Вячеслав Андреевич Вашкевич, и сказал, что через три дня у тебя вылет, ты летишь на сборы с молодежной командой. Я безумно был этому рад. Конечно, сразу ушел с катка, потому что эмоции переполняли. В первую очередь я побывал в Тарасовке, удивился очень, там были одни сугробы, никого не было из людей. Слева-справа поля заснеженные, рассказали что-то как, чтобы я не стеснялся, чувствовал себя как дома, все-таки ты воспитанник Академии. Много знакомых ребят уже было с 2001 года, и старшие ребята, и они быстро приняли в коллектив, никаких проблем с адаптацией не было. Родители безгранично были рады, конечно, потому что цель была поставлена изначально, это движение по карьерной лестнице в Спартаке. С первыми моими шагами здесь по территории Академии я поставил себе цель именно попасть в основную команду Спартака через молодежную команду, через сейчас образовавшийся Спартак 2. В команде прекрасная атмосфера, все друг с другом общаются, и одним из общих интересов являются походы на квесты. Мы ходили на один квест, Слендер. Актер был, 2-15 роста у него, реально как Слендер. Декорации, звуковой фон, все это впечатлило. Когда у тебя страх, ты перестаешь думать, действуешь больше инстинктивно, но подсказки помогают, преодолеваешь свой страх, и выходишь оттуда живым и невредимым. В каждом международном турнире ты его ждешь безумно, потому что это новые эмоции, новая страна, новый стиль игры, новые команды, новые знакомства. По качеству проведения и по статусности, это турнир в Катаре, на который, к сожалению, я не поехал за то, что был в сборной. Созванивался с ребятами, они были под большим впечатлением от того, на каком уровне это все проводится. В ВАР присутствуют, поля первоклассного качества, как на чемпионатах мира Лиги Чемпионов. В ЮАР турнир очень нестандартный, короткий тайм, очень большая нагрузка, каждый день игры, много африканских команд, новый стиль игры, очень жарко, климатические условия, поле плохое. Я считаю, мы очень достойно его прошли. Вначале испытали некоторые трудности, в первом матче проиграли, потом акклиматизировались, поняли, как играют африканцы и уже уверенно дошли до финала. К сожалению, в серии пенальти нам не повезло. Смена там еще и часовых поясов была серьезная, и климатические условия тоже другие, совершенно отличающиеся от Африки и от России, очень влажные. Питание в Китае было хорошее. Некоторая пища была островато, но мы быстро тоже к этому приспособились. С первой поездкой в Китай еще два года назад там было сложнее с этим, потому что из еды был только рис и всякие там китайские сушеные насекомые, которые невозможно было есть. И там испытали сложности, а с этой поездкой проблем не было, потому что мы жили на базе. Это китайский Хогвартс, так называемый, потому что там замки, прекрасное качество натуральных полей, также большое количество искусственных полей, в общем, больше 50 полей там на этой базе. И поскольку это все-таки футбольное место, там рацион питания подстроен больше под футболистов, европейском стиле. А на Кубке Спартака все участники были очень хорошие. Видно, что подбирались они тоже с умом. Матч, который больше всего запомнился, это матч с Рейнджерсом, с шотландцами. Удалось два гола забить. Эмоции переполняли, потому что считается лучшая школа в Шотландии. Забить им было принципиальной задачей для меня. Отдавать мне безумно приятно, потому что ты делаешь как подарок какому-то человеку дарить. Я всегда безумно люблю. А забивать, конечно, это другое чувство. Это чувство, что ты забил, твоя фамилия будет на табло, в протоколе. Ты в бомбардирской гонке участвуешь. Я считаю, что это был стих, написанный папе на его день рождения. Спонтанная идея, в сам день, когда приехали гости, я подумал, что хочется сделать ему приятно, показать, как я сильно его люблю. Я написал небольшой стишок, который зачитал, и все даже прослезились. Все время, начиная с малых лет, как пришел в академию, играл только слева в полузащите. Больше 10 лет, получается, играл практически на одной позиции. Либо это левый, чаще левый нападающий, реже левый защитник. Там и там играл. Левый фланг для меня как родной. Левая нога. Но как только я понял, что переход уже из детского в юношеский футбол, дальше в молодежный и взрослый, это серьезная нагрузка, и там нельзя справиться только с одной левой ногой. Пришлось подтягивать правую, работать много над ней. Из-за этого стали ставить и в середину, потому что начал играть двумя ногами и справа, со смещением в центр, с ударом, с передачами, с обострением. Ведь ведущие фланговые нападающие играют именно так, на правом фланге левша, на левом фланге правша. Юношеская футбольная лига – это, я считаю, большое дело для российского футбола. Та необходимая лига, где осуществляется переход из детского футбола во взрослый, потому что тяжело было, конечно, сразу переходить в дублирующий состав после клубной лиги. Совершенно другая нагрузка, совершенно другие скорости игры. А юношеская лига – это действительно выход, который, я считаю, повлияет только положительно на российский футбол. Начало мы, не побоюсь этого слова, провалили, из-за того, что как раз все мысли были о кубке Спартака предстоящем, к нему готовились, все эмоции на него потратили, и после этого долго отходили, приходили в себя. Голы в ворота «Динамо» у меня всегда были памятные, еще на полполе мы играли, это было летнее первенство, последний матч. Судьба чемпионства, было все в наших руках «Динамо», такой соперник, с которым всегда интересно играть, всегда хочется победить, борьба на каждом участке поля. И нас устраивала ничья или победа, «Динамо» нужна была только победа, и в конце матча они всеми силами пошли вперед. И я помню, что подачу справа фланга, и я понял, что во что бы то ни стало, нужно опередить защитника и занести мяч в ворота, так и произошло. Был первый мой мяч головой, корявый, возможно, но очень важный, радость переполняла. Даже сейчас часто пересматриваю этот момент того гола, радость родителей, радость всех игроков. Все побежали, накинулись на меня, и оставалось пару минут до финального свистка, мы их дотерпели, и это была наша первая победа в летнем первенстве. Потом, в том сезоне, в летнем первенстве, тоже последняя игра, тоже с «Динамо». Тоже судьба чемпионства, но уже «Динамо» не могла занять первое место, только наша победа вводила нас на пьедестал. Равная игра, ничего не сказать. В конце первого тайма Илья Галятов отличился. Помню, я тоже пробил по воротам, вратарь отбил, и с добивания Илья забил. А во втором тайме нас поджали, игра была равная, боялись пропустить, потому что хотели победить в последнем летнем первенстве, в котором участвуем. И так получилось, что абсолютно идентичный гол получился, как и недавно, неделю назад, в Новогорске. Голы принесли победу, и я этому безумно счастлив. Болеет больше всех мама, она ближе всего в плане футбола ко мне. С малых лет возит меня сначала на районе, в футбольный центр, потом сюда, в «Спартак». Я считаю, все благодаря ей, безумно ей благодарен за то, что сейчас имею. Я считаю, это во многом ее заслуга. С работой у нее были трудности из-за того, что пришлось возить меня днем посреди дня, уходить оттуда. Главное вознаграждение ей – это мои победы. Только этим я могу ее сейчас отблагодарить. Это мой главный болельщик, который будет спутником моей карьеры, считаю, до самого конца. Это наше время. Время молодых. В матче молодежных составов произошло неприятное событие. После одного из игровых столкновений футболист команды «Рубин» Вячеслав Фомин покинул поле. Повреждение оказалось очень серьезным. Уже после матча игрока доставили в одну из московских клиник и сделали операцию. Футболисты и тренеры молодежной команды «Спартака» поддержали игрока казанской команды. Мы искренне сожалеем о случившемся. Желаем Вячеславу Фомину скорейшего выздоровления, чтобы этот молодой талантливый футболист вернул свою команду. Хотим пожелать ему как можно быстрее вернуться в строй, вернуться в команду. Поддерживаем его. И очень сожалеем, что получилось. «Спартак-2» проводил за отчетный период два матча. Первый на выезде против «Чайки». Александр Руденко реализовал пенальти. Это был его десятый мяч в этом сезоне ФНЛ. К сожалению, снова преимущество в счете удержать не удалось. Не помог краснобелым и пенальти, который отразил голкипер Тимур Акмурзин. И удаление в составе соперника. «Чайка» забила два мяча и выиграла встречу. Второй матч уже в Москве против «Воронежского факела», который совсем недавно возглавил Владимир Бесчастных. «Спартак» два с первых минут устроил штурм ворот соперника. Не прошло и 15 минут, а на табло уже 3-0 в пользу краснобелых. Два мяча забил Сильванус Нимели. Один мяч с его же передачи в сетку ворот гостей отправил Салдмурат Бакаев. Но «Спартаковцы» не ослабили давление. Вскоре счет уже был 5-0. У Нимели хитрик еще в первом тайме. У Бакаева дубль, а ведь был еще и пенальти, который не смог реализовать Неронов. Гости размочили счет на последней минуте первой половины встречи. Забили с пенальти. Но подопечные Виктора Булатова не думали останавливаться. Вскоре хитрик оформил уже Бакаев. Два хитрика в одном матче. За всю историю «Спартака-2» был только один футболист, который трижды отличился в одном матче. Здесь же за полтора тайма два игрока забили по три мяча. И обоих вскоре заменили. Седьмой мяч ворота факела отправил Глушенков. А точку в матче поставил Илья Мазуров. 7-2. Фантастическая победа «Спартаковцев». «Ребята заждались победы. И, конечно, эта победа как глоток свежего воздуха. Последние четыре игры мы выигрывали. Где-то выигрывали даже в два мяча. Где-то не везло. Где-то судейские ошибки. Рад, что все-таки ребята не опустили руки. Сегодня вышли с хорошим настроем. Здесь, наверное, можно говорить и у факела, что были проблемы с составом. Да, там и травмированные дисквалификации. Ну, победа есть победа. Забили. Дай бог, чтобы эта игра придала уверенность. В ЮФЛ «Спартаковцы» играли в Тольятти против Академии Коноплева. Игра шла на встречных курсах. Моментов можно было набрать на несколько игр. Но время шло, а счет так и не был открыт. Все решилось на последних секундах встречи. Защитник Никита Маргунов пошел в штрафную площадь соперника и был сбит голкипером. Пенальти вызвался исполнять Илья Галятов, который проводил свой первый матч после травмы. Илья отсутствовал два месяца, но в нужный момент взял ответственность на себя и реализовал 11-метровый. 1-0. Тяжелая победа «Спартака». Ребята победили заслуженно. Мы старались контролировать мяч, контролировать ход игры. Играли первым номером. Игроки команды Академии Коноплева играли вторым номером. Старались на быстрых ответных атаках бежать, забить или использовать стандартное положение. Одна ответная атака была быстрая, очень перспективная. И нам повезло в том моменте, что игроки с соперниками забили. Но в целом хочу отметить то обилие моментов, которые сегодня мы создали. И я думаю, что на голмана играли так же, как и на победу. И на десерт. Академия «Спартака» уже в ранге чемпиона Москвы играла свои матчи против сверстников из ЦСКА. Первыми выступили старшие. Ребята 2003 года рождения разгромили гостей со счетом 5-1. Четыре гола забил капитан команды Михаил Пилипенко. Команда 2006 года рождения тоже победила крупно. 3-0. И тут забойщиком стал капитан команды Михаил Пыхчеев. Ребята годом старше сыграли в ничью 3-3. А 2004 год рождения выиграл у гостей с результатом 3-1. Вот так играют настоящие чемпионы. А перед игрой воспитанники и тренеры Академии «Спартака» поддержали Василия Кулькова, который борется с серьезным недугом. Это все на сегодня. Следующий выпуск программы «Время молодых» ровно через неделю.